Россия, или как принято ее называть, Раша – громадная территория, где каждую минуту происходит что-то невообразимое. Житель города Ачинска прямо в своем дворе установил памятник, не поверите кому, Иосифу Сталину. Выходим, он и на Сталин смотрит, это же прекрасно. У граждан РФ особое понимание прекрасного. Только они могут строить дома из мусора. Коробки, ящики, пустые банки, бутылки, ведра старые велосипеды, коляски – все это сосед называет строительным материалом. И украшать комнаты раздумий коврами. Найден самый уютный туалет в мире. В Дагестане туалетную комнату украсили коврами в восточном стиле. Здесь все самое нужное, есть сушилка для рук, но главное то, что на стенах – это табасаранские ковры, гордость Дагестана. Но российское телевидение днем и ночью крутит новости исключительно о событиях. В Украине. Давайте же восстановим справедливость и посмотрим, чем живут простые россияне от Москвы до самых до окраин. И каков он – русский мир без фильтров. Начнем с чрезвычайных новостей. В Бурятии чиновники едва не сожгли целое село. Администрация Тарбогатайского района решила провести отжиг сухой травы. Естественно, под присмотром местных пожарных. Но ситуация внезапно вышла из-под контроля огнеборцев. Секунда делов. Огонь перекидывается с ветки кустов на заборы. И очень все быстро произошло. У нас около забора была поленница дров, которую мы купили. Купили буквально, чтобы отапливаться зимой. В деревне же живем. Отапление печное. И дрова, да, конечно, подсохли. И все загорелось очень быстро. Сгорели дрова, три машины. И постройки, конечно, там, где, ну, сараи, заборы, самое главное, сгорели. Очень чудо. Благодаря соседям и людям удалось отстоять жилой дом. Как говорится, отожгли. Житель Омска украл из торгового центра автомат с конфетами. Мотивы своего преступления он так и не смог объяснить. То ли мужчину потянуло на сладенькое, то ли он просто решил осуществить детскую мечту. Однако план провалился. В ближайшем подъезде сладкоежку поймали и отобрали награбленное. А это Ярославль. Город, где работают самые изобретательные и усердные коммунальщики в Раше. Они так старательно убирали снег, что содрали его вместе с асфальтом, заборами, люками и зелеными насаждениями. Новые технологии уборки или разгильдяйство коммунальщиков. В Ярославле очистка дворов обернулась масштабными разрушениями. Поврежден асфальт, сломаны заборы, пострадали даже деревья. Все, убили асфальт. Убийство асфальта происходило на глазах всего дома по Ленинградскому проспекту. Ковшом по тротуару и дороге. Более варварский способ вряд ли придумаешь, возмущаются жители двора. Люди собой пытались остановить коммунальный произвол. Но против ковша этот прием оказался бесполезным. Идеально ровный асфальт пролежал несколько лет и был испорчен за считанные минуты. Если бы начальник Жека, если бы у него лично на его фазенде убирали, вот так вот бы, я думаю, он был бы очень недоволен. На память о работе коммунальщики на асфальте оставили глубокие выбоины и многометровые кучи грязного льда. Они вряд ли растают в ближайшие недели. А еще Ярославль можно назвать городом крыс. Ведь грызуны чувствуют себя здесь, как дома. Делить жилье с крысами вынуждены жильцы дома по улице Победы в Ярославле. Грызуны расплодились в мусоропроводе, который не чистили без малого полгода. Почему разбирались вести. Место встречи соседей изменить нельзя. Очередная ревизия мусоропровода. Отверстие в стене для прочистки шахты давно стало смотровым окном. Понапрасно в него уже несколько месяцев заглядывают жители всего подъезда. Он полностью забит. Доктор вытянет. Зловоние не единственное последствие. Куда страшнее новые соседи. На кухне поймали крыс. Теперь на кухню лишний раз не ногой. Крысы ловки в каждом углу. К демонию улезают, бегают. А это Сталинка на улице Свободы в том же Ярославле. Крысы на этих кадрах легко испортят аппетит зрителям. А жильцам этого дома они портят быт. Незавидное соседство. Люди и крысы даже заходят в один подъезд. А дальше одни по квартирам, а другие, вероятно, в подсобке ресторана. Как оказалось, грызуны в этом городе атакуют не только жилые дома, но и деревья. А в Ярославле жители одного из домов по улице Менделеева обнаружили новый вид белок. На ветке дерева в Красноперекопском районе притаилась большая серая крыса. Судя по всему, она чувствовала себя там очень комфортно, в отличие от жителей дома. Вот она у меня, вот она прямо, вообще ужас. А вот жители Иванова жалуются на местного Плюшкина, который превратил свой дом на трехэтажную свалку. Бельмо на глазу – музейная редкость. Это добро, говорят местные, сосед собирает уже лет 20. Он каждое утро, в 4 утра, завод коляску у него, он уезжает по округе, привозит полные коляски с прицепом, этого все выгрузит и снова едет. Он часть сдает, он бутылок много сдает, к нему машина подъезжает большая, он денежки, видимо, имеет. Он – это Сергей, ему около 60. Жил, говорят местные, нормально, с женой, детьми ремонтировал машины, пока хобби у него не появилось. Мы живем напротив Сергея и постоянно, два раза в день, собираем вот этот мусор. Это уже надоело. И мусор разлетается по всей улице, по всей улице. Вот ходим и собираем. И мешки, и тазы, и все это летает. Вообще, любоваться вот из окна вот на все вот это вот. Ольга Ильинична любоваться не хочет, а самому Сергею мешают провода, которые идут к дому соседки. Так, говорит, грозился обрезать. Он же взялся дом расширять без единой бумажки. Это вот как можно такое строение на уровне третьего этажа строить без документации технической. Что сказать, настоящая частная свалка, коробки, ящики, пустые банки, бутылки, ведра, старые велосипеды, коляски – все это сосед называет строительным материалом. Это же Раша. Страна, где издревле строят шалаши из говна и палок. Поэтому хлам здесь составляет особую ценность. А проблемой защиты мусора занимаются ученые и доктора наук. С осени прошлого года в частном секторе в Кохме стали появляться такие антивандальные сетки. Цилиндры из рабицы призваны защищать пакеты с мусором. Такое простое и дешевое изобретение делал рук профессора Евгения Хромова. Кто птицы расширивает мусор, их, значит, можно вот так вот мусорный мешок оборонять. А что, птицы не подлетают? Ни в коем случае. Вот уже теперь никто не подлетает. Они боятся, боятся вот такого изобретения, если можно сказать. И собака никак не заняты? Да, теперь все. А так вот здесь было, вот не подойдешь. Здесь такая мусорка бывает после. Весь мешок разбрасывать. Евгений Александрович рассказывает, в целом на вывоз мусора не жалуются. Сетки убирают два раза в неделю, но порой рекоператор за их пакетиками запаздывает, а потому мусор разлетается по всей улице. Сетка даже не прикреплена к земле, зато с момента установки проблемы с летающими отходами ушли в небытие. Такие сетки по защите мусора стали популярны на улице, где живет изобретатель. И его соседи стали просить сделать им такие же, ведь они доказали свою эффективность. Соседи Плюшкина Сергея из Иваново оценили бы эту инновационную разработку. В Приморье во время наводнения открылась служба доставки, которой нет аналогов в мире. Когда большая вода отрезала село Фурманово от других населенных пунктов, местное население осталось без воды и еды. Гуманитарную помощь сюда доставляли по веревке. Родился и в камуфляж. В Хабаровске начали отшивать милитари одеяла для младенцев. Три недели назад дочь Елены Дмитриевой родила сына. Папа военный, сегодня выполняет боевые задачи. На выписку из роддома молодой маме захотелось одеяльце соответствующей тематики. Но ничего подобного ни в одном уголке страны не было. Поэтому появилась идея создать камуфляжный конверт для малыша самостоятельно. За два месяца я бегала все магазины. То есть на меня смотрели, ну, как на неадекватного человека. То есть, ну, такое невозможно. И я поняла, да, возможно. Потому что, ну, как бы... И когда мы выписывались с роддома, нянечки очень удивились. Им так понравилось. В каждом конверте кармашек, а в нем трогательная записка с главной мыслью «Папа, я с тобой». Идея камуфляжа для новорожденных нашла отклик среди беременных жен военнослужащих. Это возможность занести непростую страницу жизни в семейную историю в позитивном ключе. Опросила людей, готовы ли они увидеть на своих малышах такие вещи. Они сказали, да, мы с удовольствием. 30 новорожденных по всей стране уже покинули роддома в камуфляжных конвертах. В планах Елены отшить еще 200 комплектов. Тем временем пенсионерки в городе Фокино шьют солдатам 2-й армии трусы в цветочек. Орудия труда, швейные машинки, достались мастерицам в длительное пользование от неравнодушных горожан. Дело не стало и за тканью. Тут, как говорится, с миру по нитке. К слову, все желающие внести свой вклад в это доброе дело могут приносить хлопчатобумажную ткань в магазин Прижетта или в пункт сбора гуманитарной помощи в ДОФе. Коллектив сложился, профессиональный, присутствует даже контролер ОТК. Так что к качеству изделий не придерешься. Они выполнены по фабричным ГОСТовским выкройкам, что бережно хранились Ириной Анатольевной Подлесновой со времен работы на швейной фабрике. Кроме качества исполнения, хочется отметить теплоту и заботу, с которой женщины подходят к своему делу. Готовые изделия стирают и утюжат, раскладывают по размерам в упаковку, и в таком виде уже они отправляются адресатам. В Барнаульском зоопарке появилась доска позора. На ней разместили фотографии животных, которые в чем-то провинились. К примеру, верблюдиха Вика оплевывала ветеринарного врача. А белый павлин Сахарок регулярно совершал попытки побегов из своих владений. Переходим к новостям для автомобилистов. Если вы планируете поездку в Пермь, будьте осторожны. Здесь асфальт буквально проваливается под колесами. Эта пятиметровая «Газель» полностью погрузилась во впадину. Водителю посчастливилось выскочить за считанные секунды до крутого пике. Зеленый загорелся, проехал два метра, и в передние колеса провалились под землю. Бубежал из машины, и через минуту машина полностью провалилась. Как оказалось, в яме разрушена труба канализационного коллектора, что и привело к подмыву и обрушению дорожного полотна. Видимо, 27 миллиардов рублей, которые были выделены на строительство дорог в Пермской области, не хватило на укрепление именно этого участка. Ну или же деньги в асфальт закатывали не очень трезвые работники, такие как этот. И напоследок новости культуры. В Кисловодске планируют установить 12 скульптур Чебурашки за 3,3 миллиона рублей. Ими украсят те места, где проходили съемки новой российской комедии об ушастике. Например, на улице Карла Маркса, которую теперь называют Чебурашкинской. Какая страна, такие и герои. Многие граждане Раши и вовсе считают своим кумиром кровавого убийцу Сталина. Житель города Ачинска прямо в своем дворе установил памятник, не поверите кому, Иосифу Сталину. В данный момент человек, который сделал все это, нет в городе, он находится в командировке, в дороге. Но мы дозвонились до него, и вот что он рассказал о своем, на мой взгляд, необычном поступке. Была ситуация, ребенок сдавал историю, то есть 11 класс закончил, история, то есть зацепила. Были вопросы по Сталину, там такие каверзные. Ну и когда мы их начали изучать, то есть более подробно, ну оттуда вы и появилось. Кумиром, скажем так, стал. Три дня нам понадобилось на то, чтобы все поставить на место, все собрать. Бюст ждали неделю, то есть когда его привезут. Пензи нашли по Авито, просто элементарно зашли на сайты, нашли бюст. Пензи наш устроил, то есть и мы как бы вычислили оттуда. Александр рассказывает, такой бюст стоит немалых денег. Главное говорит, чтобы его задумка вызвала правильное отношение. Он давно хотел что-то установить у себя во дворе. Сталин, по его рассказу, занял правильное место. Выложил из брусчатки подиум, сделал опорную планку и установил бюст революционера. Теперь думает, что его улица будет со своей маленькой историей и оживит местных жителей. И действительно, со слов Александра, к такому памятнику относятся все по-разному. Кто-то, проходя мимо, фотографируется, улыбается, кто-то просто проходит мимо, а кто-то несет даже цветы. Сразу понимаете, к памятнику нужно нести цветы. Ну а мы сегодня спросили жителей этой улицы, что они думают по этому поводу. Прикольно, нормально, что памятник поставили. Даже не на площади поставили, так. Каждый имеет право на честность, на собственность ставить, что хочет. Ну и плюс, мне кажется, ваша улица теперь будет очень... Соседи по улице теперь говорят, что тоже подумывают. В ответку установить уже у себя во дворе бюст Ленину. А то, что дороги на улице нет, так это не страшно. Главное, чтобы во дворе стоял правильный памятник. Это ведь Раша. Страна, где уважают псевдоисторию и гордятся отечественными преступниками. Потому что больше величаться нечем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин